Доктор Севастопольский наук, профессор Ленинградского областного государственного университета, Казёнов Александр Сергеевич. Я думаю, он зачитает тему. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. У нас сегодня плановая лекция. Называется она «Необходимость изучения диалектики». В какой-то мере она является продолжением той лекции, которая была здесь неделю назад. Профессор Агородик. Вы помните, он рассмотрел базис общества, экономические отношения и надстройку форм общественного сознания в том числе. Ну и нам, собственно говоря, остается само сознание, его устройство, его развитость, уровни рассмотреть и выяснить, какая из них высшая. Почему? Потому что диалектика — это и есть наука о высших формах сознания. Необходимость её изучения можно выразить одной фразой. Это необходимо для того, чтобы ум был развитым, чтобы развивать свой ум. Другое дело, что, конечно, с трудом люди представляют, что такое ум и вообще, как устроено сознание. Но для начала можно сказать, что по уровням, по формам индивидуальное сознание, оно то же самое, что и общественное. Оно имеет те же самые уровни и формы, которые имеются и в общественном сознании. Только в индивидуальных сознаниях они имеют разную степень развитости. У одних более широко и глубоко, у других менее широко и глубоко. И во-вторых, само общественное сознание делится на два уровня. Первое — теоретическое общественное сознание, научное общественное сознание. Второе — обыденное сознание. Обыденное сознание — это то сознание, которым мы пользуемся каждый день, в котором мы живем. Ну и обычно обыденное сознание, оно не выходит за рамки чувственного познания, чувственного уровня познания. Сюда входит ощущение, восприятие, представление. И у людей есть такое представление обо всем. И как устроен наш город, и как считают числа, и как устроено наше государство, и как устроены машины на нашем заводе, и так далее, и так далее. Представление — это отражение в сознании предметов с помощью органов чувств. И такое отражение, оно относительно смутно. Вот, если мы, скажем, возьмем некоторые примеры, то они покажут, что хотя мы представить можем себе предмет, представляем мы его себе довольно смутно. Ну, это обычный пример, который я использую для демонстрации этой стороны дела. Значит, спрашиваю у студентов, в какую сторону относительно самого себя, вправо или влево, смотрит на московском вокзале Петр Первый. Какую? На московском вокзале? Да. Не припомню. Да. Какую? Влево. Влево. В какую? Ого, прямо. Прямо. В какую? Еще какие мнения на этот счет есть? Право. Право. Ну, осталось назад, но назад не сможет. Вот. И у студентов, как правило, такой, значит, разврос мнений. Одни, мол, влево, другие, мол, вправо. Почему? Потому что вроде мы все видели, и даже не один раз этот памятник, да? И поэтому мы можем его представить себе. Но, если возьмем какой-нибудь точный вопрос, даже относящийся к чувственной сфере, то так просто его не решишь, точно его не решишь. Это надо специально приглядеться и выяснить для себя, в какую сторону он сможет. Ну, и я, как ставящий эксперимент, понятно, что пришел, посмотрел, что он смотрит в левую сторону, и так это поверх того, что происходит здесь, чтобы не смотреть на весь тут беспорядок, который, значит, в зале есть. Вот. Или второй вопрос, относящийся сюда же. Какого цвета постамент под этим Петром Первым? Чёрный. Чёрный. Ещё какие цвета, кто скажет? Чёрный раз, чёрный два, чёрный три. Значит, нет, Константин, Константин, у вас остался образ ленинского памятника. Вот у Ленина был чёрный. Постамент под старым. Коричневый. Да. А у этого есть чёрные вкрапления в сером граните, чёрные вкрапления. Поэтому, ну, в какой-то мере можно, но этой чёрноты почти не видно, если специально не присмотришься. Во-первых. Во-вторых, там есть коричневые вкрапления. Поэтому он, когда много дневного света, он смотрится сероватым таким, ну, серым. А если ночью много искусственного света, он смотрится коричневатым. Вот можете проверить, поднаблюдать, вы там часто бываете. Значит, это я хочу продемонстрировать, что представления, они носят не ясный характер, не чёткий характер. То есть, всё мы можем представить, но чёткости, ясности, точности здесь нет. Я уж не говорю про глубину. И тем не менее, значит, мы с вами вот валимся вот на этом уровне сознания. Обо всём почти мы имеем представление. Поэтому диалектика, задача диалектики, вот вывести, значит, разум, сознание, на более высокий этап. Какой более высокий этап? Более высокий этап – рациональное познание. И в сознании, и в нашем, в душе, если хотите. Значит, есть вот этот уровень рационального сознания, который характеризуется оперированием понятиями. То есть, человек может мыслить не представлениями, а понятиями. То есть, довольно точным описанием, точными формулами, значит, какого-то предмета. И раньше философия до Гегеля, она и занималась в основном понятиями отдельными. Так называемый был метафизический метод познания. Не диалектический, который мы сегодня рассматриваем, а метафизический метод познания. Он и сводился к тому, чтобы научиться мыслить так, чтобы выражать предметы, знания о предметах понятиями. Значит, насколько наше сознание здесь такое, не очень развито, можно увидеть на небольших предметах. Знаю, таких, вообще дневных примерах. Но вот ближайшие, вроде бы, простые примеры. Скажем, понятие народа. Когда я студентов спрошу народа, мне толком никто не ответит. Никогда. Но здесь, наверное, есть люди, которые знают понятие народа. Не представление народа, а понятие народа. Что такое народ-то? Нет, это типичное, значит, смешение народа с населением. То есть, самое такое абстрактное и пустое представление о людях. Какое-то население. И мал, и большой, и мужики, и женщины. Значит, и что там. И русские, и нерусские, и всякие. Но это население, а не народ. Вот. Есть такая категория населения. Классы, которые обретаются при существующем политическом социуме. Так, вам будет предоставлено возможность. Я отвечаю. Так это не классы. Не классы все. Не все, это классы, которые обретаются при существующем политическом социуме. Вот приятно. Которые выигрывают в результате переворота. Приятно иметь дело с кандидатами наук. Они уже знают. И много учившиеся в университете современного производства, они знают. Значит, знают, что такое классы. Ну и то так. Она правильная форма. Но все-таки проще сказать. Так, как говорил еще Аристотель. Это понятие сформулировал еще Аристотель. И с тех пор оно по существу практически не изменилось. По форме оно не изменилось. Народ. Это трудящиеся классы населения. Трудящиеся классы. Не население, да? А только его трудящаяся часть. А не трудящиеся, это уже не народ? А, да. Понятие оно дает, оно имеет в самом себе критерий. Раз народ это трудящийся класс, следовательно, отсюда вытекает. Что? Тот, кто не трудящийся, тот и не народ. Это само собой как бы вытекает. Это понятно. Да, у него есть замечательный трактат, называется «Политика». И там очень много вещей, которые годятся и для осмысления нашего общества. Это одна из простых работ Аристотеля, которые можно почитать. Ну, я имею в виду неподготовленному человеку, можно почитать. Маленький вопрос, какой-то потерь, можно? Пожалуйста. А с Бейсморком нельзя согласиться? Мы все народы и правительство тоже. Я думаю, правительство тоже трудится. Разве нет? Нет, конечно. Ну, а он там считает. Спасибо за это. Значит, и он так считает, и буржуазное сознание нас подтягивает. Вот под это понимание. Но это не народ, он имеет в виду, подразумеваясь, а нацию. Что нужно добавить к народу, чтобы получить нацию? Чего не хватает? Вот народ уже есть. Язык. Нет, какую часть населения? Нет, мы из населения выделили трудящиеся классы. Правящие классы, надо сказать. Да, можно сказать, значит, правящий или господствующий класс. Добавить, если к народу, тогда мы получим нацию. Значит, буржуа, воров, проституток и все население, которое у нас здесь есть, значит, вот это будет нация. Но не просто, опять-таки, нация, а нация, это, значит, население в буржуазном обществе, имеющее самостоятельную государственность. Вот нация. А если нет самостоятельной государственности, и этнос составляет где-то сто и менее тысяч человек, то это не нация, а народность. Этнос. Он этнос, народность. Но нация, он не является в серьезном, полном, точном смысле слова. И уж если продолжать вот этот анализ и бисмарка, и понятие нации, то надо вспомнить определение нации, то есть понятие нации. Его дал в таком развернутом виде Иосиф Сырёнович Сталин, и с тех пор оно практически не меняется. И даже буржуазные ученые и преподаватели, они все равно, даже подчас не знают, что это Сталинское, воспроизводят это определение. Почему? Потому что в советское время, когда Сталина, в советские последние эти времена, ревизионистские, когда Сталина пытались, значит, выкинуть из истории, чернили всячески, замазывали тот факт, что это определение Сталина. Но им пользовались, почему-то, что оно серьезное, значит, довольно глубокое и оперативно помогающее размыслить этот пример. Так он, Сталин сформулировал так. Это общность, которая имеет общую территорию, язык, экономическую жизнь и соответствующий психологический тип. Вот когда берутся все эти признаки вместе, мы имеем нацию. Вот в нацию входят и трудящиеся классы населения, и господствующие классы населения, буржуазие в нашем обществе. Тогда мы имеем нацию. То есть, вот вроде бы простое понятие, да, знакомое нам все, повседневное, можно сказать, но оно, как бы, не выделено, не отточено в понятиях. То есть, есть у нас какое-то представление? И очень часто, кстати, народ путает с нацией. У студентов спрашиваешь, что такое народ, они тебе говорят про нацию. Ну и если мы возьмем другие какие-нибудь примеры, да, в том числе из очень знакомой области, то мы увидим на многих вещах, что сознание наше не работает на понятийном уровне, не оперирует понятиями. И даже, пожалуйста, и даже, когда ставит себе задачу, значит, вот как-то мыслить глубоко на понятийном уровне, оно не может для себя эту задачу решить. Причем не только там в каких-то мудрых и абстрактных, важных там супер вещах, а в простых вещах. Но, скажем, в этом смысле, последние, последние тут месяцы, годы, значит, мы бьемся над понятием заработная плата. Казалось бы, что может быть проще повседневнее и злободневнее, касающиеся каждого человека. Но и все прекрасно знают, что такое зарплата. И когда спросишь, что такое зарплата, тебе опишут, что это когда приходишь к окошечку в кассе, значит, стучишься, даешь свои эти данные, и тебе выдают бумаги. Ну или сегодня более современные способы тебе переводят бумаги, значит, в аппарат. Ты приходишь к аппарату, денег нет. Да, приходишь к аппарату, деньги еще не переведены. А если спросить всерьез, что же такое заработная плата, то мало кто и ответит. Конечно, такие вот кандидаты технических наук, как товарищ Герасимов, Ханетов или доктора. А если спросить кого-нибудь... Докторов могут не ответить. Ну и то, есть грамотные люди, которые в университете произучали этот вопрос, они знают. Скажем, спросить, если кого-то... И очень много. И даже всех, я вот думаю, спросить. Даже я не знаю. Что такое... Нет. Нет, поскольку я уже 10 раз объяснил студентам, я, наконец-то, сам понял. Ну не относительно своей зарплаты. Нет, относительно своей зарплаты. Очень маленькая. Я и спрашиваю, что такое оплата труда. Это вы мне переводите на один язык. Да, расшифровываете название. А я говорю, во, грамотный человек-то. Откуда это он взялся, интересно. То есть, не понимает народ, что заработная плата, это не произвол кого-то, а это цена рабочей силы. Так как она складывается на рынке, так называемом, сегодня. Другое дело, что народ, значит, не понимает, что в эту цену входит экономическая борьба. Прежде всего, борьба профсоюза. То есть, если у вас есть профсоюз, вы можете отстаивать цен, действительную цену своего товара, рабочей силы. Если у вас нету профсоюза, вам цену вашей рабочей силы не оплачивают. Вам оплачивают от нее, дай бог, там, десятую. Цена рабочей силы вам стоимостью не оплачивают. Вам оплачивают ту цену, по которой вы соглашаетесь работать. Скажем, здравствуйте. Вот я на сегодняшний день знаю нормальную заработную плату единственной категории трудящихся. Это авиадиспетчеры. Вот они получили. У них заработная плата где-то в разрезе от 60 до 160, или до 80 тысяч. 200. Уже и до 200. Отстаю я. Где, в России? У авиадиспетчеров, простите. Простите. Почему? Потому что у них сильный профсоюз, потому что они держат начальство за горло, и как только изменяются экономические условия, они требуют повышения заработной платы, им повышают. В какой-то мере эта система была у дотеров, когда у них был года 3-4 назад сильный профсоюз, и когда он держал руку на горле начальства, им начальство постоянно повышало заработную плату, в соответствии с тем, насколько дешевели деньги. Базян в случае, значит, гасило разницу инфляции. Сегодня у них профсоюз в разгрозе и шатаниях взять, они не могут, более того, руководство. Значит, находится в значительной части под пятой начальства. Зарплата у них существенно отстала. И все-таки она относительно высокая, потому что какой-то профсоюз, но он есть. А там, где профсоюза нету, зарплата, ну, очень низкая, она меньше стоимости рабочей силы, я говорю, в 10, может быть, в 10 раз. Вот наши товарищи тут пытались, значит, выяснить, какую часть от стоимости их рабочей силы составляет их зарплата. Ну, и там где-то 10-15%. Значит, вот понятие, вот их роль, вот что они помогают сделать. И вот этот вот метод метафизический, он долгое время развивался с времен Аристотеля до Гегеля. Стало быть, где-то с 3-го века, с 4-го века до нашей эры, до 18-го века, до начала 19-го века. А наука, наука возводила общественное сознание на уровень понятий. Нельзя сказать, что там вообще никаких понятий не было. Многие понятия уже наукой были разработаны. В той мере, в которой была наука, значит, понятия были разработаны. Почему? Потому что научное знание, это вообще знание в понятиях. В теории это развернутое понятие, то есть систематически развитое понятие. Но это верхний слой населения, да, верхний слой наций. А основная масса населения, она, конечно, до этих вещей не доходила. Но и в 20-м веке, хотя теперь мы дошли до более развитой формы сознания, до более развитого метода дилектического, преподавали его, сколько там, 70 лет, да? Преподавали его, 70 лет. Переводили книжки соответствующие Гегеля, значит, и тем не менее сказать, чтобы тут какие-то были успехи достигнуты большие, даже на сфере общественного, в сфере теоретического уровня общественного сознания, в общем, сказать нельзя. Да, так вот, диалектика, диалектика и нужна за тем, чтобы вывести сознание, во-первых, вот на этот понятийный уровень, чтобы человек привык, да, размышлять о вещах, об отношениях, о процессах, понятиях. А во-вторых, в движении понятий выражать движение вещей. Вот, видеть, как вещь или предмет развивается, и как вслед за развитием предмета развивается понятие соответствующее. Скажем, ну, тот же народ. Скажем, во времена Аристотеля, это что такое народ? Трудящиеся классы населения. Что значит трудящиеся классы населения во времена Аристотеля? Это, значит, широкий круг крестьян, большой слой интеллигенции, большой слой перемисленников, большой слой рабов, иногда больше, чем население, и небольшой круг, но все-таки интеллигенция такая, ну, рядовая или бедная, если хотите, демос. 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 Демос это тоже рабовладельцы, просто это рабовладельцы бедных, один-два раба всего у человека, ну, бедняга. Вот, но это демос. Вот, во времена Аристотеля, скажем, в средневековье, это уже нечто другое. Это, с одной стороны, большая масса крестьян, с другой стороны, довольно большой слой цеховиков, в-третьих, опять-таки, остатки ремесла, городская, мелкая такая, или интеллигенция, обслуживающая вот эти вот бедные классы, можно сказать, трудовая интеллигенция. Хотя была интеллигенция, обслуживающая богатые классы, это, значит, такая, ну, феодальная интеллигенция, или как ее тут можно назвать средневековой. Значит, в буржуазном обществе народ, это рабочий класс, во-вторых, на ранних этапах рабочий класс и крестьянство. Но в 20 веке уже народ в развитых странах, он довольно однороден, скажем, в Америке. Крестьянства нет, есть фермеры, во-первых, во-вторых, там фермеров уже осталось где-то около 2% в рабочей силе. А фермеры нанимают рабочих, часто на СИЗО, то есть это чистые рабочие, работают чистыми, работают на технике. Их пригласили, значит, поработать на технике, убрать урожай или посеять урожай. И выгнали после того, как они не нужны. То есть это сельскохозяйственный отряд рабочего класса. Ну и в советское время, значит, народ, это уже нечто другое. Почему? Потому что остались даже не классы, а печатки классов, а ставки классов. И два дружественных класса, рабочий класс и крестьянство. Поэтому, да, интеллигенция тоже трудовая. Поэтому вот в Советском Союзе понятие народ, оно приближалось к понятию нации. Во-вторых, поскольку Советский Союз был составлен из нескольких наций, поскольку хорошо сформулировали товарищи, что, значит, советский народ это новая общность людей. Вот не нация в таком узком, старом смысле слова, а некоторое другое образование людей, которые, во-первых, близки по социальному состоянию, по социальному положению. Во-вторых, значит, содержание национальной культуры, суть национальной культуры, она у них одна. А формы национальные, у русских, там, одни стили, у татар есть другие стили, у украинцев, там, третий и так далее. Значит, вот мы можем проследить, что вроде бы простое это понятие, оно развивается вслед за содержанием. И так любое понятие, которое бы мы ни взяли, вот диалектика и учит рассматривать в этом движении. И этим она делает нас, значит, действительно умными, действительно людьми, которые могут размыслить о каком-либо предмете. Но и это еще не все. Значит, это вот мы рассмотрели рациональное познание, я сказал, да, но на самом деле это только еще нижняя часть рационального познания. Когда человек уже много знает понятий и пытается, значит, мыслить понятиями. Мыслить понятиями, это и значит, составляет суждение и умозаключение. Понятие развертывается в суждениях, значит, из суждений мы составляем понятие. Скажем, ну вот, народ это, который есть из класса населения. Это, да, это нет, это не суждение, это предложение и определение. А суждение это, например, на улице хорошая погода. Значит, опять-таки, на улице хорошая погода может быть предложением, да, констатации, на улице хорошая погода. Но, когда делается нажим, утверждение, на улице хорошая погода, тогда это превращается в суждение. Значит, суждение, опять Аристотель, суждение это высказывание, в котором что-нибудь отрицается или утверждается. Вот если вы что-то утверждаете, вы делаете суждение, вы развертываете понятие, вы понятию, термину приписываете некоторым предикатам. И настаиваете на этом предикатам. Теперь, на основе этих суждений мы можем сделать вывод. Например, ну вот у Аристотеля тоже, например. Все люди смертны. Кай – человек. Отсюда следует жесткий вывод. Какой? Кай смертен. Причем, вот эту форму умозаключения, силогизм, мы используем очень часто. Неправильно, но используем. Например, все мужчины – сволочи. Гавшин – мужчина. Отсюда следует жесткий вывод. Какой? Не будьте, будьте, будьте. Вот, ну и все такие казенов. Ну, он такой уж есть. Он без этого не может. Гавшин – это исключение, которое подтверждает правила. Гавшин – это был такой в Англии логик в 20 веке. Эртран Рассел. Он сформулировал мысль такую, что всякое общее суждение, как правило, неверно. Оно само, это суждение неверно. Мысль, по крайней мере, такая была. И часто она справилирует. Вот и в этом случае. Но понятно, что посылка, все мужчины – сволочи, она неправильна сама по себе. Существует не только исключение Виктора Аркадьевича, но вообще значительная часть мужчин, порядочная, высшие степени порядочные. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в том числе, вот здесь сидящие, я знаю только порядочные. Об этой аудитории можно сказать, все здесь сидящие люди, порядочные люди. Мужчин здесь настоящих мало. Да, Гавшин, 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 значит, сидит здесь, следовательно, он порядочный сиваток. Борис Николаевич, я оправдался? Спасибо. Ну, слава. Значит, это вот рациональное познание. Но этого еще мало. Я говорю, что не месяц, только сидишь. Вот видите, его заключение, оно может много конкретизировать. Но мы еще находимся все вот на этом, значит, на этой стадии, на этом уровне, который Гегель называет рациональным и рассудочным познанием. Вот человек с крепким рассудком, это тот, который держится за понятия, который усвоил понятия, и твердо за них держится. Вот этих людей мы уважаем. Но и этого еще мало. Почему? Потому что вот нужно еще научиться рассматривать движение понятий в той части, или настолько, насколько в них отражено движение вещей. И это дается на следующем уровне, который Гегель называет правильным, мне кажется, разумность, и который, во-первых, характеризуется гипотезой. Значит, разумное познание, оно знает гипотезы, мыслит гипотезами. Или непроверенными, пока не доказанными на практике. Или уже доказанными, и тогда гипотезой становится теорией. Что такое гипотеза? Гипотеза это развернутое понятие. Вот систематически развитые понятия. Система понятий. И понятно, что здесь это понятие движется. Кто-то его проследил, составляющий эту гипотезу. Сделал вывод из этой гипотезы. Какой-то очень важный. Но вот последний шедевр на эту тему. Слышали вы сейчас, идет заседание Нобелевского комитета. И в биологии присудили трем человекам премию за открытие в области генетики. Они открыли механизм старения клетки. И наш комментатор говорит, и показал, значит, профессора русского советского, который в 71-м году построил гипотезу, что клетка, она стареет за счет, значит, деления своего. Асот, который проходит там по особому типу. Значит, вот 38 лет это была гипотеза. Четко развернутая, систематизированная понятие, система понятий. Но оно не было подтверждено практикой. Американские трое ученых подтвердили эту практику, получили Нобелевскую премию, а русские, как всегда, остались при своих интересах. Вот. Но все-таки хоть показали нам человека, значит, который эту гипотезу, эту систему понятий сделал. Вот это развитый ум. Вот это разум в собственном смысле слова. Значит, поэтому теория, что такое? Она тоже по содержанию развернутой понятий. По содержанию система понятий. Но это такая система понятий, которая подтверждена практикой. Практика здесь включается, значит, в само познание, и корректирует познание, и является критерием познания, и фактически основой познания, если мы посмотрим, значит, в начало нашего движения. Познание начинается с практики, как говорил Владимир Владимирович Леонидович, с живого созерцания. Живого созерцания к абстрактному мышлению, вот в этом мышлении, в понятиях, и практика, от него к практике, да. И практикой это мышление проверяется и подтверждается снова. Значит, и теперь, поскольку мы имеем дело с системами теории, то вот эти системы теории и представляют собой науку. То есть, совокупность теорий представляет собой науку. И все знания, следовательно, и все научные знания осуществляются в понятиях. Вот этому впервые научил человечество Гегель, изложил это в своем замечательном, выдающемся труде наукологике, который мы теперь можем поизучать, который изучал в 19 веке весь наиболее культурный слой интеллигенции и в России, и в Европе. Значит, если мы возьмем любого выдающегося человека в России 19 века, он или непосредственно изучал Гегеля, или так и иначе где-то что-то позаимствовал. Ну, скажем, например, первая группа таких революционеров-демократов с Герцоном во главе, с танки. Все действительно разумно. Все разумно и действует. Да-да, да, во, знает Гегель. Формула его. Все действительно разумно. Все разумно и действительно. И это действительно так. Значит, да, вот как раз они, молодец, что она, только сейчас я понял, что она вспомнила их формулу, по поводу которой они ссорились. Значит, Белинский с Герцоном, Герцоном там с Бакуниным. Мол, как это разумно и действительно? Это какой-то идеализм. Значит, скажем, Белинский не знал, Гегель вот был тогда непереведен. Он был только на немецком языке. Поэтому, скажем, Бакунин, как знавший немецкий язык, переводил Белинскому с немецкого на русский, и Белинский приобщался. Вот поэтому и стиль у Белинского такой афористичный скрывающий противоречия в очень острой форме. Почему? Потому что он вот из наук и логики усвоил вот этот метод, суть метода выяснения противоречия, который ближе к предметам. Герцен, поэтому, тоже такой остроумный писатель, глубокий писатель. Значит, теперь, следующее поколение тоже изучало Гегеля, и демократическое, и буржуазное. Скажем, после Карамзина, Карамзин он еще не дожил, так сказать, вернее, не то, что не дожил, да, не дожил, он был старше, не дожил до распространения науки логики. А следующий, самый фундаментальный историк, Соловьев, Сергей Михайлович, он специально ездил в Германию, изучал философию Гегеля, и особенно его там философия и истории, поскольку был историком, изучил, приехал здесь, дорабатывал уже теперь на серьезной теоретической основе свою историю России. Поэтому она есть 30 томов, фундаментальный, до сих пор единственный в своем роде фундаментальный фрут по истории. Или, скажем, Борис Чечерин такой, ну, основатель русского современного права. Двоюродный дед Чечерина, нашего министра иностранного дела в правительстве Ленина и Столя. Он просто был гегелист и написал рабочий по философии права Гегеля. И считав и так себя и позиционировал. Вот гегелист, философия Гегеля является истиной и так далее. И дальше, в конце 19 века, была даже как мода на Гегеля. На Гегеле, на марксизм, поскольку марксизм базировался на Гегеле. И там даже было, или вернее сказать, не было крупного мыслителя, который бы не изучал, или по крайней мере не знакомился с Гегелем и Марксом. Вот выдающийся философ немецкий 20 века Карл Ясперс говорит, мы все были марксистами. Или Бердяев наш, знаете, Бердяев, мы все тогда были марксистами. И гегелистами можно добавить. Поэтому и Ленин когда говорит знаменитую свою формулу, что марксизм Россия выстрадала, подразумевается, в том числе и за счет вот этой подготовки в сфере диалектического метода, в сфере диалектики. страдала она при изучении гегельской версии. Да, пока гегель изучала, она страдала. А потом, когда марксизм серьезно изучила, она выживалась из-за этого буржуазно-феодального страдания. И, конечно, поднялась значительно высотой. Значит, вот собственно говоря, зачем в чем диалектика? В чем необходимость диалектики? В развитии нашего сознания. Во владении высшей формой сознания, знания, науки. Если человек владеет этой формой, он находится на уровне современного сознания. Вот написана книга наука логики была в 1816 году, но до сих пор никакой более высокой, более точной, более глубокой науки сферы в 12-й год. Первый год. Ну, если уж на то пошло, то, значит, он был в 12-м, а закончен в 16-м. Я, понятно, должен сказать, если я вижу последний. Хотел сменить меня с толком? Не удалось. Вы уже читали в 13-м году что это было? Ну, это еще нет. В 13-м году вы читали первую часть. А, Беля. до сих пор подобного нет. На эту тему маленькое отступление. Интересный пример. Есть такая сволочь Сыпков, где есть такой соратник. Александр Сергеевич, кстати, кстати, да. Не все Александр Сергеевич в 13-м году. Который был соратником Горбачева. И вот в недавних воспоминаниях он как-то такой вот интересный вывод сделал, что сначала нам казалось, что надо все, что у нас творится, привести к действительно марксистскому началу, и все будет в порядке. А потом оказалось, что мы и марксистом это не были. Потому что он про себя и Горбачева. Причем Александр Сергеевич он как деятель бюрократического ЦК усвоил мысли Андропова, который говорит, мы не знаем общество, в котором живешь. Так что ж ты не знаешь, тогда ты занимаешь этот пост. Посмотри, кто может знать, доступи место. Если никого нет. ЦК это уразумел, вот это он уразумел, тут большого ума не надо, что мы не знаем. Вот. И разработал так называемую социалистическую идею, подбросил ее Горбачев. И Горбачев ее взял и начал выдавать как за свои. Хотя у классиков никакой социалистической идеи не было. И даже они утверждали, что коммунизм не идеал, к которому мы стремимся, а действительное движение. Вот сейчас надо коммунистами быть, когда мы еще только движемся к коммунистическому. А когда будет коммунистическое, то он весь народ там повалит, о, да мы голосовали за коммунистов всю жизнь. Это хорошо, конечно, но коммунизм действительно движение. Он сейчас движется. В какой-то мере можно сказать, что идея, что такое идея? Идея, как говорит Гегель, это единство понятия реальности. Думается, мне лучше сформулировать так. Идея это понятие, которое не может не реализоваться. в этом смысле он реализовывается, он реализован. Понятие коммунизма, идея коммунизма, она реализована. В этом смысле разумное действительно. Да, и в этом смысле разумное действительно, оно есть. И есть, как существенное, действительно, и победит случайные обстоятельства, которые ему сопутствуют, или в которых оно есть. Поэтому, значит, рассуждение в этих терминах, оно бессмысленно, идея социалистическая, бессмысленно, поэтому Марс никогда не только не размышляли так, но даже говорили специально, значит, коммунизм не идеал, к которому надо стремиться, а действительное движение, а что значит движение? Действительная борьба, борьба за подлинно действительное, реализация, значит, понимание тех законов развития общества, которые открыли и Егель в какой-то мере, и Марс Эмгельс. Ну и еще один интересный сюжет на эту тему, связан с тем, вот, со значением диалектики, видится в том, что вот вышла книга 7 лет назад в России. Автор живет в Болгарии, закончил наш Ленинградский философский факультет, Олег Сумин, и написал книгу «Гегель как судьба России». Почувствуй разницу. Президент Дорожий Каденов. Да. Не Ленин судьба России, не Сталин судьба России, не еще кто-то, а Гегель. Неожиданно несколько, да? Вот. Ну и я, конечно, написал в рецензии, что судьба России, она находится в самой России, а не в Гегеле там или еще в ком-то. Михаил Васильевич эти строки вымарал из моей рецензии, правильно? Сделано неправильно? Да. Вот. Но существенные в этой мысли есть, и существенные даже не Казенов заметил, и не Михаил Васильевич Попов. И даже не сам этот Сумин, а он приводит высказывание английского историка Эдмунда Карра, середины 20 века, который писал. Во Второй мировой войне боролись две школы гегелистов, русская и немецкая. Русская оказалась сильнее. Как вам это нравится? Да? Русская оказалась сильнее. И понятно почему. Потому что Гегель остался в Германии, ну, таким глубоким мыслителем, но для любителей. И так колоссов, и все считают нужным, там, сослаться на Гегеле, показать, что они Гегеля знают. А серьезного какого-то общественного значения в общественное сознание он там не проник. Поэтому германское сознание, сознание германской армии и генералитета, в том числе, оно, по сути, носил еще религиозный старый характер. И на времени у них было написано с внутренней стороны. Все знают, наверное, что? С нами Бог. Я думал, молодежь-то знает, нет? Гот, бит, унц. То есть Бог с нами. А Бог с нами, дети. Но... Да-да, можно было бы написать. Но война показала, с кем Бог-то был. Бог был, оказывается, все-таки с Красной Армией. Почему? Потому что, начиная сразу же после революции в скорости, начала распространяться книжка Дебольского, первый том науки логики Гегеля. А в 1925 году была выпущена в институте Красной Профессоры, значит, работа Гегеля. А с 1929 года впервые в мире, значит, впервые на иностранный язык стало переводиться собрание сочинений Гегеля. То есть русский язык это первый язык, значит, на который иностранный, на который Гегель был переведен полностью. Полон собрание сочинений. А? В 1937 году, скажи, пожалуйста. А что там? В 1937 году науки логики. Да-да. Значит, в 1937 году уже вышла наука логики в пятом и в шестом томах. Полон собрание сочинений Гегеля вышло, да? Я говорю, с 1929 года начало выходить собрание сочинений Гегеля, и в 1959 году вышел последний четвертый том. Вот в четвертом томах произошла задержка. Все-таки возвращаясь с кем-то бог, значит, надо как диалектикам отметить, что вы умоляете результаты нашей победы. Потому что Красная Армия убила фашистов, несмотря на то, что с ними были... Да, и вот с этой точки зрения полезно так посмотреть на войну с такой вот более широкой, а теперь уже с исторической точки зрения, с перспективой, да? Как сама война развивалась? Помните, когда вот мы были старшие поколения молодыми, нам все внушали мылись, что, значит, Сталин был не готов к войне, значит, обещали там его задержать на границе, а вот он прошел. Значит, значит, если сталкиваются такие мощные силы, мощные передовые государства мира, то, конечно, не может так быть, чтобы вот они тут стыкнулись и разошлись, или одна там сразу прибила другую. Нет, победа, она становится, она находится в становлении. Значит, вот диалектика приучает прежде всего, значит, мыслить в категории становления. Все не возникает сразу из чего-то, а возникает постепенно, становится. Поэтому победа начинает становиться сразу же. Во-первых, она готовилась еще до войны. Страна готовилась, вооружалась, кадры готовились и так далее. Гегели издавали. Командование, значит, наше уже так это было, немножко разбиралось в этом деле. В диалекции учили не по Гегели. Нет, вот Маяковский говорит, что, мол, мы диалектику учили не по Гегелю. Действительно, Маяковский, значит, там, ну, он, да, поэт, не изучал, наверное, глубоко Гегеля, поэтому, ему понятно. Но они жили в ситуации борьбы, и поэтому вот эти противоречия, да, они видели как бы натурально эту борьбу. А вот, скажем, мы уже вот этой борьбы в натуральную не видели, открытой. Ну, кто разбирался там, тот мог по каким-то там сюжетам видеть ее. А, скажем, основная масса народа, она, конечно, ничего этого не видела. А, вот, а Маяковский, значит, видел и в то поколение училась, наблюдая эту борьбу, училась и диалектики. Но, скажем, вот эту фразу Михаил Васильевич, он взял не из Маяковского, а вспоминает и намекает на академика Манифати Микалыча Кедрова, академика Кедрова, который говорит, мы диалектику учили не по Гегелю. Ну, мил человек, ты философ, доктор философский наук, профессор, академик, и изучил, значит, диалектику не по Гегелю. Маяковскому понятно, он, значит, поэт, писатель, гражданин, вот ему это простительно, академику это непростительно. И в то же время, значит, не один Кедров, а много было всяких книжек по диалектике. Но, это гора книжек, осталась горой книжек. Ни одна из них не может заменить изучение науки логики Вели. И, да, про войну я все-таки не довел сюжет, товарища Сбиле, но нас не собрешься. Значит, война начинает становиться. С первого дня победа уже становится. И вот Сумин этот показывает, что немцы дошли до Волги в Сталинграде. Оставалось 200 метров. 200 метров. Вот они прошли тысячи километров, да, и осталось 200 метров, и им было не дойти. Это вот и значит, что противоречие развелось, пружина сжалась, дошла до конца. И начала разжиматься в другую сторону. И он так хорошо, глубоко, вот этот момент рассматривает. Почему Германия не смогла, немецкая армия не смогла пройти вот эти 200 метров до Волги. Расчет был, я думаю, что знают, товарищи, да, перекрыть Волгу, перекрыть пути поставки бакинской нефти по Волге, значит, в центр России. И если бы это удалось, армия, самолеты, танки, машины встали бы. И понятно, что победа была бы за Гитлера. Ну и в этом смысле, значит, насколько важно изучение геолитики, нам показали классики. Маркс Энгельсом ее фактически изучали в университете. Значит, они учились тут в конце 30-х годов, начали учиться. А Егель умер в 1831-м. То есть еще дух Гегеля витал. В 30-е годы Гегель был очень популярен в Германии. В университетах его изучали. И, в общем, там, кто хотел, кто всерьез, значит, учился, занимался, тот до Егеля доходил. В том числе и Мартель. И это им в значительной мере помогло. И, скажем, стиль вот даже ранних работ Маркс как-то, ну, пытается показать вот эту противоречивость мира с помощью диалектики. И стиль у него такой афористичный, афоризм, противоречиями он бросает. И даже стиль у него сохранился до Капитала, до 1864-го года. В письме Энгельса он пишет, что вот в первом томе я все еще кокетничаю с Гегельской диалектикой. И действительно, в первом томе, в первой главе, особенно Капитала, вот там видно, как одна категория переходит в другую. Потребительная стоимость переходит в меновую. Меновая – потребительная. В одном и том же движении. Так и в диалектике, в общем, в плане это движение выражено в категории становления. Теперь, мало того, в какой-то период Маркс с Энгельсом так изучили и вроде оставили назад. Но, когда Маркс готовил Капитал уже, значит, в последние тут месяцы, он случайно, пишет Энгельсу письмо, случайно попались мне тома науки, логики Гегеля, я их снова перечитал. И это помогло мне более точно систематизировать материал. То есть, это Марксу сколько там было, 50 с лишним? Нет, 40 с лишним. Вот. Ему это помогло систематизировать материал. И переписка Маркса с Энгельсом, она содержит очень много размышлений, положений о диалектике Гегеля. И даже Владимир Ильич Ленин, когда, значит, изучал переписку Маркса и Энгельса, она была опубликована у нас в России, значит, сделал такой вывод общий, что, значит, суть этой переписки сводится, значит, познанию диалектики и применению диалектики ко всем формам, которые, значит, попадают в поле анализа. То есть, диалектика помогла им отточить мысль, отточить ум, значит, стать людьми проницательными, способными выразить понятие, то есть точно сложнейшие общественные процессы. Точно так же и Владимир Ильич Ленин. Вот сейчас вышли материалы конференции, которые мы проводили 22 апреля в разливе, посвященную Ленину, Ленину в современном мире. Вот там я специально сделал такой доклад, как Ленин изучал диалектику. И показывает, что сначала Владимир Ильич очень рано стихийно овладел вот этим понятийным методом. То есть, стал размышлять точно в понятиях, не в представлении, как вот мы вначале говорили, а в понятиях. Поэтому, когда он попал потом вскоре на капитал, а капитал это и есть, взаимосвязанная система понятий, он, конечно, не мог не понять, что это то, что надо. Потом у них понял, вычитал у Макса Энгельса, что, значит, вот метод диалектика. Он сразу же пригляделся к этой диалектике, к этой диалектике, и вскоре дошел и до науки логики, почитал науку логики саму. Правда, такой, наоборот, поздний вариант, он такой неполный, такой конспект, как бы, большой науки логики. И, несмотря на то, что он поизучал, вроде бы, изучил, вроде бы, он себе мысль оставил, что надо бы доизучать все-таки большую науку логики. И в 14-15-м годах, уже смотрите, в возрасте, это ему сколько там было, 44-45 лет, взялся, опять, на русском не было, на немецком языке, как он говорил, проштудировать, да, он советует не читать, а штудировать. И сам он видно, что он проштудировал науку логики. Не просто почитал, не просто поизучал. Сделал конспект большой. Вот я прошу у студентов, они какой-нибудь книги вообще, конспект сделали? Ну, конечно. Вот в сердце, да. Вот в сердце, да. А Владимир переписывает, значит, чуть ли не по странице, это произведение Гегеля, делает к нему комментарии. Ну, тут свои такие впечатления от этой работы. Ну, и, конечно, я уверен, что эта работа помогла ему в значительной мере и при подготовке к революции, и к созданию выдающихся произведений в период революции, таких, как государственная революция, граждящая катастрофа, да и другие все. И вести политическую линию очень правильно и точно. Вот учитывать все нюансы, которые позволяет выделить диалектика и, значит, использовать их в своей практической деятельности. Поэтому диалектика, диалектика – это что-то очень большое и великое. Диалектика – это то, что надо изучать, и диалектика – это то, что надо изучать самим и непосредственно. Никакие рассказы о диалектике не помогут. Горы литературы о диалектике не помогут. Лекция зря прослушана. Нет, не зря. Лекция прослушана не для того, чтобы усвоить диалектику, а чтобы понять, что изучать диалектику необходимо. И я надеюсь, что я товарищей убедил, и они вскоре возьмутся изучение самой диалектики, самой науки логики Гегеля. Ассен Григорьевич, вот у меня вопрос. Вот я вижу вот портреты, и раньше видел портреты Марк, Ленина, Энгельс, Сталина еще четвертого. А никогда за всю историю не было вот Гегеля. Хотя он родоначальник вот этих всех процессов. Почему это так? Это что, упущение идеологов? Или это какой-то другой замысел был? Нет, просто нет. Просто это другой стиль, да? Портреты это политических вождей. А Гегель, он не политический вождь, а немецкий профессор. Но ему как-то и не место, значит, среди... Он был такой, Маркс, Ленин, Энгельс и четвертого Сталина. Это было помимо того, что теоретически политические вожди. А Гегель, он рядовой профессор, мещанин немецкий. А Маркс что он сделал? Он написал, что он... Главное, Гегель написал, молодец. Но он кроме этого был еще политическим вождем. Он учредил в политическом движении, и одно время был редактором Аугсбургской газеты. Ваш коллега Михаил. Коммунизм это гипотеза или теория? И если теория, то когда он работает с гипотезой, в теорию превратится? Значит, коммунизм это действительное движение. В этом смысле он и теория, и практика. И теория, и практика, а не гипотеза. Сразу, с самого начала. Ну а серьезно он был доказан практически социалистической революцией, социалистическим развитием России, Советского Союза. Причем коммунизм он как действительность, и сейчас есть Вьетнам, Китай, Куба, в какой-то мере Венесуэла, Северная Корея. То есть слухи о смерти коммунизма, вообще говоря, они немножко преждевременные, как говорил Марк Кривен. Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Так что, это теория, подтвержденная и подтверждаемая практикой, и в смысле, что он есть, как общество коммунистическое, и в том, что есть движение коммунистическое. Значит, мы вот практически участвуем в коммунистическом движении. В этом смысле идея связана с практикой и реализовывается. Еще вопросы, Александр Сергеевич, пожалуйста. В Китае изучают... Где Гегеля? Да, хороший вопрос. Значит, в Китае изучают и Гегеля, и Ленина, но... И конфуции. Да, да, но... Значит, во-первых, там есть конфуции. Во-вторых, у нас ведь тоже в СССР изучали Гегеля. Но я сказал, что каких-то больших таких достижений в изучении, даже вот в последние, там, 60-70-е годы, ну, не было. Вот эти трактаты по науке и логике Гегеля, ну, это... Говорит только, что, ну, люди грамотные, вот они хорошо поизучали, профессора, но могут там что-то попреподавать. А какой-то серьезной, глубокой такой работы, глубокое изучение, а тем более связанного с практикой, конечно, не было. А Ильевков? Как? Ильевков. Даже Ильевков, Ильевков Васильевич, написавший по диалекике несколько работ, он все равно берет ее в рассудочных формах. То есть в понятиях. Вот до понятия он дошел. И многие понятия хорошо выяснил. И в какой-то мере даже движение понятий от абстрактного к конкретному в «Капитале Маркса». У него была докторская диссертация. Движение от абстрактного к конкретному в «Капитале Маркса». То есть он показывает, как анализ, размышления, теория становится все более конкретной. Но это тоже только одна сторона, один момент движения, одно, ну, свойство, может быть, развивающегося предмета, конкретнее познание, конкретизация. Скажем, каких-то достижений у Ильенко во больших серьезных нету. Это на безребье. И Эвальд Васильевич, он как бы вроде и посолидней, поумнее других. А по большому счету нет. В том числе, например, на простой категории «рынок», «рыночные отношения». Эвальд Васильевич поплыл и, в общем, продолжал или, значит, реализовал ту же совокупность глупостей, которые и официальная наука, и большинство такого вот экономического неграмотного окружения. «Рынок», «надо вот рынок», «надо совершенствовать рынок», и так далее, что там было. Хотя, ну, вот книжка об идолах идеалов для молодежи, она была хорошей. Я ее с вами посчитал с большим удовольствием и пользой. Пожалуйста. Александр Сергеевич, движение понятия «патриотизм». Ну, очень хорошо. Очень хорошее понятие. Она тоже движется. Значит, начинается «патриотизм» как понятие в Древней Греции «патрио» – почва, родина, патрио, отец, отечество. И Греция, поскольку там в одном этносе было несколько государств, и каждый город – это государство, полис. Поскольку патриотизм, значит, это приверженность своему вот этому городу. А город – отечество. Вот два вроде соседних города – Спарта и Афины. И родина вроде одна – Греция, а на самом деле родина. У одного – Афины, у другого – Спарта. У одного – Афинский патриотизм, у другого – значит, Спартанский патриотизм. Молодая и большая родина. Да. Значит, в феодальном обществе патриотизм сужается до вотчины. Значит, вот у меня есть, мне царь-король дал землю отчину. Вот я патриот своей вотчины. Конечно, мы патриоты собрались, те, кто имеет вотчины. А остальные там крестьяне, они отчины не имеют. Поэтому и к патриотизму они как бы тоже отношения не имеют. Ну и сегодня, скажем, есть буржуазный патриотизм, когда у тебя свой закон, скажем, Абрамович, Березовский, они большие ведь патриоты. Они очень любят Россию, особенно под майонезом. С Абрамовичем. Так, с красной игрой, и с Абрамовичем. Очень любят они Россию. В этом смысле они патриоты. Но они буржуазные патриоты. Они любят наживу, которую они берут со своих заводов. Теперь отчин-то в общем и нет, и то земли уже выкупают. Отчина выкупает. Ватчин. Отчина. Значит, и с другой стороны, советский патриотизм. Это патриотизм. Советская Родина. Это новых социальных отношений, новых национальных отношений. Патриотизм такого уже приближающегося к всеобщей форме. Хотя в нем же, значит, внутри народа российского были, как показала, например, война и масса народа, который настроен непатриотически, который желал победы врагу, помогал врагу, способствовал врагу. Ленин, извините, такой же был поражением своего правительства. Нет, не так. Ленин поражение правительству, чтобы, значит, ожил, развился народ. А эти мерзавцы, значит, они и правительству, и народ привели сюда врагов немецких, которые, которому там мало жизненного пространства, и он овладеет нашим пространством, и сделает нас рабами. Поэтому, когда сейчас Власова, значит, приподнимают на щит, причем на церковном уровне западная церковь, она рассматривает Власова, как борца с большевиками, значит, такого патриота, который помогал немцам, немцам в борьбе с большевиками. Герой. Тогда, как нас воспитывали, и сейчас правильно, значит, что Власов, он предатель в таком фундаментальном смысле, он предал и армию, и партию, и народ, и страну, в конце концов, и нацию. То есть, все, что можно предать, он предал. Поэтому никакого ему никогда прощения от народа не будет. Да. А, конечно, кто-то, кому-то, значит, врагам Советского Союза, врагам коммунизма, он в какой-то мере импонирует, и они его пытаются в какой-то мере не только даже защищать, а выдвигать в героев. Поэтому Ленин, это другая категория. У меня вопрос, Владимир Владимирович. Александр Сергеевич, а по каким произведениям можно изучать гегеревскую диалектику? Скажем, можно по капиталу Маркса изучить? Я об этом сказал. Даже по малой логике, есть наука логики в таком кратком изложении, называется малая логика. Даже она дает знакомство. Вот Ленин-то изучал сначала, по этой малой логике. Но понял, что все-таки малой логике недостаточно. Надо изучить большую логику. Почему? Потому что в конспекте там только помечены немножко охарактеризованы понятия диалектики, категории диалектики. А самое важное, значит, в категориях, вот эти переходы от одной категории к другой, вот это свечение противоположных понятий друг к друге. И этого никакая другая книга, никакая другая работа не дает. Поэтому только большая логика. Спасибо. Еще есть вопросы? Не, ну, если я отвечаю, я делаю. Я думаю, что прежние мои ответы, они уже содержали ответы на этот вопрос. Значит, Капнин Павел Васильевич, вот вдвоем с Эвальдом Васильевичем, они, значит, были такими, ну, наиболее фундаментальными представительными философией людьми. И причем Капнин, он занимался в основном гносиологией, то есть теорией познания, а диалектика, Ленин говорит, это и есть теория познания, Гегеля и марксизма. Вот. Но они, он в основном занимался теорией отражения. Он, собственно, даже до категории, как таковых, диалектических, в общем, нигде не дошел. описывает, как сознание отражает мир в таких вописательно-чувственных формах. То есть, он сам не может пользоваться категориями науки и логики. Он что, в Гегель? Нет, Капнин. он науки и логики не овладел. А в чем разница между научными и понятиями и категориями и генетиками? Значит, категория диалектики это наиболее общее понятие, всеобщие понятия. Вот категория науки это, скажем, химии, да? Вот они относятся к области химии. Ферические. Вот они относятся к области физики. Другое дело, что химия и физика используют и всеобщие понятия. Но в логике и философии изучают именно эти всеобщие понятия, которые применимы к любой сфере общества. И значит, к бытию, и к материи, к природе, к обществу, общественные движения мы изучаем с помощью этих категорий. И мышление мы изучаем с помощью этих категорий. Почему? Потому что они управляют понятиями, которые мы используем. И это, можно сказать, понятия-понятия. Всеобщие понятия. Они управляют всеми другими конкретными понятиями, которые есть в науке, в сознании. Привести несколько понятия можно на примере. Начиная с первой, самой простой, категории бытия, и кончая последней, самой конкретной, категории взаимодействия, там целая серия таких категорий. присущность, ситуация, явление, мера, ну и так далее. Форма, содержание, материя, явление, необходимость, случайность, причинность, действительность, ну и так далее. Так еще есть вопросы? Спасибо, Александр Сергеевич. Не того, что у нас нет, я хотел бы сказать, что лекция очень на высокой уровне подготовлена, специально для такого лекции, потому что таких аудиторий можно слушать такую лекцию. Практически нет, потому что кому читать лекции про диалекцию? Вот, к сожалению, мне приходится читать лекции студентам философского факультета третьего курса, и я вот думаю, что мне делать? Как мне это людям пожелать, которые, скажем, сидят там, получат, заплатив по 60 тысяч тысячи местов за обучение, папа, мама у них на этом других, ни в каких общественных делах они не участвуют, и в общем, так сказать, вот на таком высоком уровне вроде бы как ты не прочешь. Я, например, озаботен другим, как бы это попроще такое вот четко доказать, не то, что вот в великих вопросах нельзя решить без диалекции, а я, а запущен больше тем, что нельзя самые такие вот простейшие вещи, простейшие, казалось, элементарные, вот, которыми мы занимаемся, и без диалектики понять нельзя. И вот то, что вот Ленин в конце говорил, что ни одного шага нельзя шагнуть в области общественных делений, ни одного шага без диалекции не надо. Вот эта мысль как-то, ведь она не раскрыта, и я, например, к ней пришел совсем недавно. Причем на очень простом примере я хотел бы в порядке иллюстрации вот этой очень высоко стоящей лекции привести. Вот, изменяющаяся мечта, что может сказать, что значит изменяющаяся мечта? Да и у sinners вопрос. Изменяющаяся мечта это равно с новосеверной или нет? Не равно. Нет, а? Нет, вопрос-то мне один. Я попрошу, равно или нет? Еще будет сразу много ответов, и один вопрос у меня два. Не равно. Это равно. А могу теперь спросить, изменяющаяся это значит, может сказать, что она не равно с новосеверной? Может. Может. А вы вообще математику изучали? Логику изучали формально? А должно быть? А равно? А или А не равно? Что гласит всем известный простой логический закон, что А должно быть? Или А или не А? Так или не так? Что вы говорите? Что вы тут начинали? И так или не так? Равился вообще в природе нет. Нет, да? Материал, и телевизор. Опа, здорово, поехали. То есть вся математика, исследовательная химия, вся теоретическая физика, все полеты в космос, все движения кораблей и так далее, все построено на фабральной логике, тут находится товарищ на втором ряду с конца, который говорит, разница, нет природы. Здравствуйте, поехали. Так, вы можете, вы только что говорите? А я сейчас говорю, меня сразу заснут. Дай вам покажу. Конечно, я сразу вам покажу. Если вы говорите, что нет равенства... А дайте я докажу, дайте мне минутку. А вы не можете, потому что нет равенства. Вы же сами сказали, нет равенства. Я вам не равен, поэтому не дам. Ну, вы так скажите, что нет равенства. Что такое равенство? Я вставлю, вы сидите. И вот я сначала думал, что у меня дураки-студенты. А почему Гегеля называют? Я давно уже не считаю. Нет, Гегеля дураком он не называл. Давайте, давайте послушаем. Критический вискарду, у него не упомяло. Давайте. Спасибо. Ну, у меня раз уже ползволь. Хорошо. Я не отказываюсь. Так вот, значит, у меня тоже первое нейролектическое было, так сказать, такое желание сказать, что студенты так и сяки, и не знают, хотя это хорошо, что они ничего не знают. Если они сейчас будут все читать, то, что сейчас вообще подается, все издается, но это вообще невозможно. Непроходимый букет. А они, слава Богу, румяный приходит, пустая голова, третий курс. Красота. И вот, так сказать, естественно, я уже, так сказать, с известным уже преподавательским опытом уже никогда не обменяюсь студентами. Я говорю, ну, если вы ничего не знаете, кто виноват? Вы или я? Но вы всегда скажете, и вот он так меня учил. Я виноват. То есть, если вы не поняли, то я виноват. Что я не понял. Потому что вы считаете, что вы не виноваты. Говорим, что он не так хорошо. Если вы что-то поняли, то я виноват. Но это же аслов. Конечно. Хотя, в реальность в этом и существует. Так вот, на самом деле, реальная трудность в понимании того, что такое движение, изменяющееся вечно, состоит как раз в том, что на средств формальной логики, на которой вы старитесь, нет равенства. Или нет? Или все равно. Другой скажет, есть только равенство. Мы как люди равны, смотри. И равны. Конечно, не равны. И равны. Так а смысл коммунизма, это обстремление их к равенству. Значит, мы стремимся к тому, чего быть не может. Правильно. Вы себе собрались, товарищи. То есть, на самом деле, на самом деле, вот если вы сейчас слушали лекции... Да я слушал лекции. Вот вы слушали лекции. Я много лекций. Вообще вы никто. Потому что, если человек себе не равен, его нету. Вас нету. Вот для того, чтобы вы могли говорить я, вы должны слушать лекцию оставаться самим собой. Вот когда вы будете оставаться самим собой, вот тогда вы можете создать поле. При том, что я тоже должен при этом оставаться самим собой. Но если и я только остаюсь самим собой, я про вас не буду говорить, то я тогда... Мне объясняли, объясняли, битый сейчас, а я как бы, так, в таком же состоянии остался, а равенству могу себе. То есть, равенство, которое взято без неравенства, и это, вот это формальное, логическое должность, не объясняет никак движение. А если вы возьмете только неравенство, безравенство, то уже не объясняйте, что там движется. Что движется, то чего нет, если одно неравенство. Поэтому, для того, чтобы понять такую элементарную вещь, элементарную для общественного... И в то же Риме всеобщую. Элементарную, казалось бы, вещь. Что такое изменяющаяся вещь? То есть, изменяется государство, изменяется наша жизнь, изменяются наши люди, изменяется проект. Не важно, в какую сторону. Чтобы вообще-то говорить о чем-то изменяющемся, вам нужно отказаться от формально-логического подхода, что А это или А, или не А. И вам надо перейти на другие рельсы формальные, диалектические, где вы напишите на замере, что А в одно и то же время и А, и не А. А вот это, к чему мы не привыкли. То есть, вот, сформулировать это несложно, я вам сформулирую. То есть, все, что изменяется, оно, во-первых, равно самому себе, но все равно, то есть, оно недавно, оно не изменяет, нечем изменяться. И, во-вторых, оно не равно самому себе, потому что, если оно только равно, то оно, конечно, не изменяется. И даже, при этом, даже Гераклита неправильно не плагает, говорит, вот, нельзя войти в два раза в эту же реку. Это можно сделать в Нижнем Новгороде, там, в десять лет, то там такой вопрос, когда не стоит, этот глупый, когда высказывали Гераклита. Так вот, Гераклита имел в виду, что в одну и ту же реку нельзя войти в два раза, но в одну и ту же выходите на реку. Вода только в ней каждый раз. То есть, всякая изменяющаяся нечетность, нам, в нем, в себе, генерал, и к человеку можно это отнести. Там это можно отнести к предмету, к обществу, к партии, к государству, вообще ко всему, чем мы занимаемся. И если мы дошли до того, что мы занимаемся общественными явлениями в политическом плане, в идеологическом плане, просто интересуемся общественной жизнью, если мы не перешли с формально-логических подходов, что или а, или не а, а равно или не равно, то мы тогда ничего этого не организуем. То есть, без диалектики нельзя ни одного шара вступить в общественной жизни. В общем-то, это не, ну, можно вот, скажем, было бы так подавать, ну, это профессора, лекции читают, про диалектики, там, Ленин, Макс, так сказать, люди, это высокие материи, на самом деле, такие материи, без которых нельзя, без одного шара вступить в области общественных явлений. Из-за этого мы и пьемся, хоть это и трудно, хоть это и непонятно, но приходят вот люди очень серьезные, которые профессионально этим занимаются, так сказать, долгие-долгие годы, и пытаются это, так сказать, как-то вот до людей донести, потому что это очень трудно. Человечество, вот этот переход, несмотря на то, что в России, в Советском Союзе, больше всего было сделано для пропаганды Гегеля, нет другой такой стороны, в этом смысле Гегель и судьба России. Нет, у нас в основе идеологии стояла диалектика. Вот плохо ее знали, не понимали, учили не по Гегель, все равно, как бы считалось, что есть три источника, три составных части марфизма, у нас табуретка о трех ножках, одна ножка гегельская диалектика, вторая ножка марксизм, и третья ножка, вы простите, политическая экономия, и третья ножка, научный, социализм или коммунизм, так? Три ножки. Значит, потом, как выяснилось, и это Ленин особо подчеркнул, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не понятно, не простудировал все логики Гегеля. Значит, поэтому, значит, Гегеля у нас не изучали, и мы знаем хорошо, и на самом высоком уровне, если уж брать политических логий, ну, скажем, Горбачев, есть в виде реформальной логики, и в виде реформальной логики, есть в виде новой шашлыни, новый Гегель. Летом написал, с помощником. То есть, одна ножка до логи, то говорит, что уже падает. А поскольку нельзя вполне понять капитала не простудировавшие логики Гегеля, а вторая ножка падает, и остается пустой коммунизм. Без диалекции, без политической экономии. Без ума, без прошления. И третья ножка падает. А почему упал Советский Союз? А как он может стоять без ног? Никак он не может устоять. То есть, вот, я резюмирую, что я хотел рассказать. То есть, то, о чем здесь говорилось, это не некий такой вот цветок высокий, который очень редкий, мы должны, значит, его понюхать, и на него смотреть, и очень уважаясь. А это то, без чего нельзя вообще шагу шагу. Те, кто не изучает диалектику сегодня, рационерами быть, тем более в борьбе с контрреволюцией, когда на нас все наступают, и когда нас все подавляют, и когда мы эту зарплату даже без диалектики выиграть не могут. Это наше оружие, с помощью которого мы можем успешно вести борьбу. Без этого оружия успешно борьбу вести не можем, потому что, в отличие от обороне, денег у вас нет. Я предлагаю, например, поблагодарить Сану Сергеевича за сегодняшнее занятие. Спасибо. С директором особенно. Заступительное слово. В следующем занятии я предлагаю, ну, вместе кое о чем договориться. Первое, вот, относительно наших выступлений, я думаю, что не должны мы расстраиваться и некоторых, потому что мне вспоминается такой случай, тоже имеющий отношение к диалектике. Как-то, когда я начинал осваивать математику, я провел занятие профессора, так говорится, подольной, на эмиссии. Который, ну, прочитал лексу, и все, говорит, да нет, вы-то, ребята, еще ничего сейчас. Вот я помню, когда после войны их выходили. Сорнинами, гимнастерками, знаешь, сидят. Да ну, школу закончили, много подзабыли, а кое-что не успел в школу закончить. Вот я читаю мат-анализ, теорию, как дела. Ну, слушает внимательно, кто-то пишет. Я в конце концов спрашиваю, ребята, ну, вообще-то хоть что-то понятно или нет? Так, общее молчание, в одном заднем парте с тобой встает, в котором один, может, с чего другие, говорит, ну, то есть, профессор, вообще-то понятно, вот если бы еще без дробек было, то все бы хорошо. Так что, ну, предложение я хочу вот какое внести. Значит, есть предложение, во-первых, когда мы выступаем, всем представляться, да, я, Виктор Акаччюркин, секретарь РКРП. Первый? Первый пока не сняли, а до генерального пока не сняли, да? Это первый. Это раз. И второе. Есть предложение на предыдущих занятиях оглашать тему следующего занятия, которое у нас будет. Да, и чтобы информировать себя и друг друга, потому что не каждый может на каждое занятие попасть и прочее-прочее. Есть предложение еще такое, если никто не против вести, нам к следующему занятию журнал посещаемости. Ну, чтобы там хоть приблизительно смотреть, чего у нас делается, где складывается общность, который... Наши, я все? Нет, конечно, и ректор Ельцин, в конце концов, да? Идешь, через какое-то время дорастел в старом службе, это ощущение такое, причем. Вот, если не против, то такие предложения внесены. Если можно, глянусь в план, когда у нас следующее занятие, какая тема, а что там лучше? Ну, что, давай подводим итоги. Значит, следующее занятие 15 октября, следующий четверг. Тема занятия – экономический принцип и капитализм.